Задумайтесь над фразой. Искусство продлит жизнь — это искусство не укорачивать её. То есть, представляете, ну так просто, да, просто не укорачивайте её, и всё будет хорошо. Наша проблема в том, что мы сами укорачиваем свою жизнь, своим образом жизни. Все болезни современного человека обусловлены прежде всего его образом жизни и повседневным поведением. А здоровый образ жизни — это основа профилактики заболеваний. А на своём опыте я могу сказать больше, что не только профилактика, но и лежит в лечении любой болезни, любых проблем с здоровьем, лежит здоровый образ жизни. Просто употребление каких-то чудо-травок, да, оно, конечно, поможет, оно сработает, но у нас временный эффект, потому что если вы при этом не измените свой образ жизни, вы пропьёте курс, вы сделаете перерыв, пройдёт год после этого, и всё вернётся на круги своя, потому что вы ничего не изменили, вы не убрали эти факторы, которые развивают болезнь в организме. Очень важно убрать эти факторы. И как раз как это можно сделать, и с чего надо начать, мы поговорим сегодня. Планирование здоровья. Да, здоровье можно и нужно планировать. В ваших руках, ваше здоровье в ваших руках. Итак, что надо сделать как раз по тем привычкам, которые мы прошли? Выявляем наличие вредных для здоровья факторов и думаем, как их устранить или хотя бы смягчить. То есть надо проанализировать и посмотреть, там был список вредных факторов, которые влияют на наше здоровье, и посмотреть, а где здесь про меня, а где здесь моя боль, где моя проблема, что касается именно меня. И уже когда вы проанализируете, подумайте, как вы можете убрать негативное воздействие данного фактора на ваше здоровье. Вредные привычки. Спиртное. Если у вас, ну, я думаю, что многие из нас, кто здесь присутствует, не пьют спиртное. Вот кто-нибудь употребляет спиртное? Часто, часто, скажем так. Кто-нибудь раз в неделю употребляет больше, чем 250 мл спиртного? Не тесняйтесь. Я знаю, что за многими это есть. Бакальчик вина выпьет, да, в один, второй, третий, в пятницу вечером, после тяжелого рабочего дня. Ну, пиво можно с друзьями, с рыбкой, да? Нет, я вас сейчас не буду отговаривать о том, чтобы все резко бросили пить. Абсолютно нет. Я сама иногда, мне нравится вкус красного вина, я могу иногда пару глотков себе позовать. Мне просто не нравится состояние опьянения, я поэтому много не пью. У меня вот пару есть. Конечно, конечно, конечно. Трезвых людей, которые абсолютно не пьют, их крайне мало. Но вот если вы пьете спиртное, хотя бы постарайтесь качественное пить, да, там, не поскупитесь, потому что это ваше здоровье. И дешевое, некачественное спиртное, оно очень плохо сказывается, особенно с такими ароматизаторами. Даже, кстати, дорогое есть с ароматизаторами, с красителями, с прочей ерундой. И лучше пить более качественно, вместо там кода химического коктейля, да, лучше там взять хорошее вино. Красное вино, белое вино, натуральное, без красителей, без ароматизаторов. В России есть эти вина, причем они по доступным ценам. А браудерс, у них замечательные вина. Если за вами такое есть, если вы употребляете спиртное, регулярно чистите организм. Поддерживайте свою печень, проходите детекционные программы, поддерживайте свой организм. Бокал сухого вина, да, да, да. Кстати, белое вино, насколько я знаю, оно убивает сальмонеллез, а красное, оно улучшает состав крови. То есть, да, это есть. Но, тем не менее, все равно, если это на регулярном, все хорошо в меру, да, раз в неделю, если немножко, это, в принципе, еще ничего. А если это получается больше, чем бокаловина, да, вот нужно поддерживать печень. А если вы идете на какую-то гулянку, там Новый год, отмечаете, день рождения, вы понимаете, что никак не отвертеться на довыпись. Ну, я на самом деле уже опытный откручиватель, я спокойно ухожу, мне никто даже, уже в голову не приходит, меня заставляют что-то пить, потому что знают, что это бесполезно. Вот. Есть же вещи, которые можно выпить перед этим, тот же лук тайбай, да. Вы выпиваете его перед гулянкой, и вы сразу же защищаете свою печень. И после, после тоже плотного застолья еще таблеточку выпиваете, и замечательно, и вы будете чувствовать всем по-другому. А с утра, с утра, ехончика, чтобы вот это вот все вывести, да, и похмелья не будет, и все будет просто замечательно. Если вот как бы есть такое, сразу продумайте меры профилактики. Ну, в России тоже я знаю, что есть эти сорбенты, которые помогают это вот быстрее вывести все, да. Вот, сигареты. Тоже как бы такая проблема. У многих они есть. Да, кстати, Татьяна, приветствую, я очень рада, что вы с нами. Сигареты. Я, кстати, вот такой вот есть лайфхаб, который я вот уже в Таиланде провернула. Я всегда боролась с курением. Я сама никогда не курила, мне не нравится запах сигарет, и все друзья, с которыми я общалась, им просто приходилось бросать курить. Ну, потому что по-другому со мной общаться было нереально. А я была очень, как бы, подростками, была очень популярной товарищем, я была лидером образовательных организаций, и дружбы со мной дорожили, поэтому ради меня очень многие бросили курить. Вот. А в Таиланде, в Таиланде я нашла способ, как это сделать максимально просто. Чаще всего, как раз-таки, вот курение, оно не столько вот даже вот на химическом уровне, да, вот как со спиртным, сколько вот это идет рефлексия. То есть часто вот люди автоматом лезут в карман, чтобы достать пачку, да, и покурить это движение в рот. Вот положите в пачку сигарет тайский ингалятор, нюхалку такую длинненькую, да, вы рефлексом потянулись, вытащили ингалятор. Вместо того, чтобы в рот засунуть, в нос засунули, пару вдохов сделали, и уже меньше захотелось курить. Уже как-то мозги посвежели, пошел тоже эффект, но немножко другой. Проверено. Если вы еще не отказались, позаботьтесь о чистке легких. Сборы для очистки легких. У нас вот есть вот сбор для помогающей бросить курить. Он как раз-таки основан на том, что он очищает легкие от смол. Вспомогательные травы, настои. Поддерживайте легкие. И старайтесь-таки уходить от этой вредной привычки, потому что она забирает ваше здоровье, и также она забирает ваши силы и энергию. Это вредная привычка.